Одним из традиционных мероприятий в рамках празднования Дня Победы стал торжественный прием главой района ветеранов Великой Отечественной войны. Тружеников тыла, белореченцев, чье детство изуродовала война. В честь Дня Победы один из лучших ресторанов города встречал самых уважаемых людей белореченского района. Ветераны войны, вдовы, труженики тыла, узники фашистских лагерей, дети войны. Ежегодно накануне 9 мая получают приглашение на торжественный прием главы района. День Победы Мы принимаем и осознаем неоценимый вклад каждого ветерана в великую победу, в сохранении и процветании страны. Изменить то, что было нельзя, и ушедших уже не вернуть. Мы же выжили, значит, друзья. Все у нас впереди, продолжается путь. Эти люди достойны того, чтобы этот знаменательный день в своей жизни отметить в красивой обстановке, за щедрым столом. Это малое, что мы можем сделать для старшего поколения, чья жизнь была обожжена войной. Это самый главный праздник для каждого из нас. Сейчас уже сегодня я пришел со своей дочерью. Смотрю, образование дает школа такое, что действительно лучше, важнее и весомее этого праздника нет. Я очень благодарен вам, это говорю от имени всей администрации района, абсолютно осознанно и искренне, что я и моя дочь сейчас мы живем в мирной стране. У нас мирное небо над головой. Спасибо вам огромное за это. Спасибо. Я бы хотел передать слово своей дочери. Она вам приготовила стих. Если можно, две минуты, воспользуясь положением, она бы вам хотела рассказать стих в преддверии праздника. Слава нашим генералам! Слава нашим отбиралам! И солдатам рядовым! Слава павшим и живым! От души спасибо им! Не забудем день героев, что лежат в земле сырой. Жизнь отдав на поле боя. За народ, за нас с тобой! У нас стала доброй традицией отмечать 9 мая, день победки, в этом прекрасном зале. Я уже не помню сколько лет, я 15 лет работаю, уже наверное лет 10 мы отмечаем здесь. А начинали мы когда-то, если кто-то помнит, в спортивной школе, которая возле парка. И тогда накрывали столы на 1200 ветеранов. Я вас от всей души поздравляю с этим замечательным праздником, главным праздником нашей страны, праздником со слезами на глазах. Но самое главное, это здоровье. Самое главное, сохранить себя как можно дольше ветеранам, дружинникам пилов, всех тех, кто восстанавливал страну. Низкий вам всем поклон за этот великий подвиг. И слава тем героям, которые не вернулись из войны. Низкий поклон. Дорогие друзья, это наш общий праздник. И я присоединяюсь ко всем пожеланиям, теплым словам, которые сейчас уже сказали. Еще раз вам от всей души желаю здоровья. Берегите себя. С праздником. Разрешите мне по поручению Краевого Совета Ветеранов, по поручению Совета Ветеранов нашей Белореченской Ветеранской Организации поздравить вас всех, присутствующих с этим замечательным днем, Днем Победы над фашистской Германией. Еще 10 лет назад в Белореченском районе 9 мая встречали 400 ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году их осталось всего 62. Поэтому мы должны как можно бережнее относиться к тем, кто находится рядом с нами. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов. События и люди.